Утро на Болткоме Певица, актриса, очень популярная французская, ну и также 58 лет отмечает британский актер Рейф Файнс, который, кстати, большой любитель русской литературы, русского языка и даже приезжал брать уроки, поскольку снимается и в постановках русской классики. Также в 1989 году впервые за 28 лет был открыт свободный переход через Бранденбургские ворота и это ознаменовало объединение Германии. Ну, думаю, что там тоже будут отмечать, будут праздники, впереди у нас праздники Рождества и Нового года, очень необычные в этом году, конечно, проходят они в особых условиях, ну о чем мы, собственно, поговорим с нашим гостем. Собственно, на прямой связи у нас глава управления по надзору за нормами пожарной безопасности ГПСС Дзиндерс Лаксденч. Здравствуйте, доброе утро, господин Лаксденч. Здравствуйте, доброе утро. Насколько этот год, ну вот вы ожидаете, будет особенным, учитывая ограничения, которые на массовые скопления, гуляния, будет ли он более, ну вот вы ожидаете, тихим или может быть все равно какие-то, ну, могут быть эксцессы и людям нужно быть поосторожнее? Ну, я думаю, что в связи с этим, как состояние у нас в государстве, вообще мир в целом, я думаю, что праздники пройдут чище и у нас работа будет поменьше. Если посмотреть статистику, то у нас статистика в этом году пожаров уже меньше, чем в прошлом году. Так что, ну, конечно, плохо, что у нас погибших при пожаре больше, чем в прошлом году уже на сегодняшний день. Так что будьте осторожны и соблюдайте пожарную безопасность. Да, вот обычно всегда получается так, что два раза в году, связанные с открытым огнем, какие-то происходят все время празднования. Ну, это вот летом, это Лигу в основном, когда все выезжают на пикники, шашлыки. А когда наступает Рождество или Новый год, это и венки Адвента, это, может быть, и свечи, которыми украшают елку. То есть вот всякие такие пожарно-небезопасные мероприятия. И вот что, может быть, вы бы посоветовали людям, в первую очередь, на что обратить внимание, чтобы было более безопасным и спокойным прошли вот эти праздники Рождества? Ну, я бы сказал, меньше использовать открытый огонь. Есть уже сейчас всякие технические приборы, где можно и электрические свечи поставить и так далее, и гирлянды ставить, чтобы особенно свечи в елке не зажигать. Потому и чтобы дать, если вы хотите зажигать, тогда не оставляйте без присмотра. Если вы зажигаете, тогда вы в этой комнате должны находиться. Если вы уходите, скажем, на кухню или в другую комнату, или в крайнюю душевую ванну уходите, тогда лучше свечи погасить, потом зайдите опять заново зажигаете. Конечно, смотрите, чтобы свечи не были близки к занавескам. На столе просто так не стояли, поставьте какую-то подставку, скажем, посуду, которая не горит, чтобы не было какого-то возгорания. Обычно это свечи, вы имеете в виду такие праздничные свечи, или есть вот уже, ну, многие зажигают маленькие такие плоские свечки во всяких, ну, специальных приспособлениях, фонарях, которые выставляют на окна. Это тоже вот может быть пожароопасным? Ну, если это специальное устройство, которое вовнутрь можно поставить, и там тоже надо смотреть, чтобы сверху у него не было какая-то полка, или, скажем, занавеска случайно на него не упала, тогда он тоже может загореть. Но самое главное, это не оставлять, наверное, без присмотра, да? То есть, самое главное, чтобы не оставлять его без присмотра. Также у вас дома могут быть и домашние питомцы, коты, собаки, которые могут случайно обракинуть это устройство или свечу, и может быть пожар. В этом году, вы сказали, все-таки было более меньше пожаров, он более спокойный год. Но вот, тем не менее, люди очень хотят отпраздновать и вот в компаниях. Вот наличие компании, оно увеличивает риски, когда люди собираются все-таки, ну, с друзьями и больше людей? Нет, я больше, как бы, сказал, если по статистике смотреть, тогда, когда уже праздники заканчиваются, и тогда кто-то что-то оставляет или слишком много что-то употребил, и тогда случаются всякие рецидивы. Если там много людей, то может, что кто-то еще ходит и, ну, присматривает. А если один старший может забить свечу, потушить и заснулся в каждом, смотря телевизор, тогда тоже могут быть всякие, ну, неприятности. Для этого мы в этом году уже в 1 января обязательно устройство, которое должно поставить в каждом квартире, в каждом доме, это пожарный дымовой автономный детектор, который, если у вас какое-то возгорание в доме, на крайнем случае появляется, то он будет у вас подшать, что у вас какое-то загорение в доме или квартире произошло. Потому что, если у вас этот дымовой детектор еще не устанавливает, желаю их дарить своим дружям, самим себе их подарить и поставить их на потолок, как по инструкции, и сохранять свою жизнь. Сколько должно быть детекторов по нормам безопасности? Хватает ли одного или лучше, если квартира, там, скажем, ну, большая, там, несколько комнат, их разместить в разных концах квартиры? Ну, в принципе, по правилам у нас один детектор, это уже было бы хорошо, потому что, если дым появится и у вас дверь, скажем, комната не закрыта, то он срабатывает раньше или позже, он сработает у вас, сообщение, тогда, конечно, пожар будет побольше. Но если у вас деньги позволяют, то тогда, если покупаете диктатор, там инструкция идет, там указано. В основном не надо диктатор устанавливать душевой и кухни, остальные помещения можно устанавливать и так себе сохранить жизнь. Если пожар случится, можете, вы сможете сами сразу его потушить, если он в самом начале рабо-сгорания, в хуже случае, и покинете свою квартиру или дом, и вызываете пожарную охрану, они пожар потушат. И будет меньше потери при пожаре. По нормам должны все установить до конца года, то есть, ну, или до начала. Нет, они уже должны были установлены, уже с 1 января должны были уже установлены. У нас по статистике показывает, что только 20% случаев пожарные диктаторы установлены, где были пожары. То есть, по статистике получается, что только один из пяти вот случаев был как раз-таки с этими дымовыми детекторами. То есть, получается... Точно так. И где дымовые детекторы бывали, там погибших нет. Где дымовые детекторы не были установлены, там уже есть погибшие. То есть, вы настоятельно рекомендуете эти детекторы обязательно установить, и это, ну, вот, насколько я понимаю по статистике, получается, это все-таки показывает себя с лучшей стороны. То есть, это... Конечно, потому эта норма была введена, чтобы сохранить, уменьшить погибших при пожаре. Проверяются ли... Ну, вот, какие последствия для людей, которые, например, не установили детекторы дыма, и вот в результате возник пожар? То есть, для них это каким может обернуться? Наказанием или... Ну, хорошо, что человек остался жив. Это уже, в принципе, этот пожар уже будет как наказание для него с одной стороны. Ну, но в следующий год мы планируем уже больше смотреть жилой сектор, и если там не будет дымовой детектор, то тогда мы будем, конечно, сначала указывать. Если у нас будет средство, мы можем будем и малооспечным семьям даже устанавливать детекторы, ну, подарить, чтобы они могли установить. И если, по крайней мере, то, что не будет установлено, тогда мы можем применять их в шахтные, наверное. А каким образом будет осуществляться этот контроль? То есть, будет ли, не знаю, служба ГПСС заходить в квартиры, звонить с проверками, или это будет, ну, как осуществляться? Ну, где мы в квартирах попадем, конечно, мы будем заходить в квартирах и спрашивать. У нас уже три года мы ходили по жилым секторам, конечно. Весь жилой сектор посмотреть физически невозможно, потому что у нас нет столько народа ресурсов, чтобы это сделать. Мы уже выдавали буклеты, где было указано, что людям надо соблюдать при пожарной безопасности. И мы также получали обратную часть и понимали, какое состояние в каждом доме есть и в квартире, чтобы тоже люди задумались за свою безопасность. Вот, скажем, думать за свою безопасность, они от воров думают, железные двери капитальные ставят, чтобы никто внутрь не мог попасть, а что если пожар у вас в доме может случиться, об этом даже не думают. Так что надо думать, потому что огонь же ничего не сидит. Все сгорает, что у вас в квартире есть. Вот эти детекторы дыма, насколько долго хватает батареек, насколько вот если человек установил у себя вот этот детектор дыма, сколько времени может пройти, пока ему нужно будет заменить батареи? Ну вот, чтобы не получилось так, что он забудет, батарейки сядут, и этот детектор дыма не сработает в нужный момент. Там в инструкции всегда все написано. В среднем получается так, что раз в две недели надо проверять на пригодность, это там есть специальная кнопка, которую можно тестировать, нажимая, нажимая, будет сигналом проверять, есть батарейка внутри рабочая или нет. Но есть, но декет также должен, если батарейка напряжение падает, она начинает пипикать, и тогда сигнал, уже ты понимаешь, что батарейку надо менять, он где-то раз, где-то в три минуты пипикает, и ты понимаешь, что тебе надо батарейку поменять. Напомню нашим слушателям, что с нами на прямой связи глава управления по надзору за нормами пожарной безопасности ГПСС «Дзинтерс Лаксденш», и вы можете тоже задавать вопросы 67212-93-9, 67213-93-9, если вас что-то волнует, вы можете уточнить, звонить в студию, насколько вот то, что мир меняется, и сейчас вот мы все реже используем открытый огонь. На кухнях, например, есть для включения газа, ну там специальная вот искра появляется, раньше нужно было для этого зажигать спички, спички, ну, могли попасть в руки детей, там, и так далее. Чаще курящие, например, используют зажигалки, а тоже не спички, и я замечаю, что вот спички исчезают даже из, ну, такой вот повседневной жизни. Вот насколько это, скажем, влияет на количество пожаров, становится ли меньше причины вот пожаров, например, игра детей со спичками или какое-то неосторожное обращение с огнем? Ну, если так посмотреть по статистике, которые у нас вырисовываются, то большинство случаев где-то 40% это пожары от открытого огня, это курение или что-то оставлено горячее. Остальные, так можно поделить, что где-то 30% это от отопления, где есть местное отопление, не соблаздаются нормы, и где-то 30% это от электричества. Неисправность, неисправное электричество. Да, там это уже, скажем, когда в советское время домы строились, тогда была нагрузка на сети и меньше, чем сейчас. Потому что, если мы сейчас заходим, если раньше на кухню заходя, у нас там был холодильник, то сейчас мы там заходим, у нас есть и печки, и печки, микроноволшка, посудомывочная машина. Эта нагрузка все вылечит, если это все вместе включить, то проводка это уже не выдерживает. Она начинает нагреваться, может первый год ничего, на второй год уже изоляция, так испорченность, это может быть уже короткое заметание, может быть пожар. Так что при покупке какой-то домовой, бытовой техники, надо смотреть, чтобы у вас дома тоже электричество этому напряжению. Для этого нужно, наверное, просто вызвать электрика, которая может поменять проводку и избавиться от рисков. Да, но это как раз у нас правило тоже указано, что в раз в 10 лет в жилом секторе должны проверять состояние электроинстралляции. Вот вы говорите, все время ссылаетесь на правила, что по правилам нужно проверять, скажем, проводку. Насколько люди знают вот эти правила, насколько они осознают, что необходимость такого рода проверок, она может спасти жизнь другим людям. И вот как донести до этих людей? Я думаю, что они это знают, только это не делают, потому что это, наверное, дорого. И никто не хочет деньги оставлять так много. Но надо соблюдать эти правила, конечно. Потому что мы сами работаем где-то и на рабочих местах это правило тоже относится. Если вы знаете, что у вас на работе проверяют электроинстралляцию, значит, у вас дома тоже должны проверять электроинстралляцию. Если это квартира, то за квартиру отвечаете вы сами, а если общественные помещения, это вешечная клетка, подвалы, чердаки, в жилом здании, это уже обстановленные, которые служивают в доме. У них должно быть проверяться, и они должны проверять, что электроинстралляция голая в правом состоянии. Если вот мы говорим про офисные помещения, вдруг зазвонил сигнал тревоги, то есть люди иногда бывают, что считают, что это какая-то или проверка, или ложный сигнал. Опять-таки, лучше не рисковать, лучше покинуть здание, как себя вести? Конечно, если вы где-то находитесь в общественном здании, и вы слышите какую-то тревогу, то, конечно, лучше сразу видеть здание, потому что проверку в основном таких зданий, где много народу находится, это мы делаем не в рабочее время. Если в рабочее время это мы делаем, тогда мы первым озвучиваем, что идет проверка системе, и потом идет проверка. Тогда вы уже должны знать, что это уже проверка, а не просто... Ну, а если срабатывает, и никакое предпочтение, что это проверка не было, вы должны оставить помещение в виде здания. Насколько сейчас, вот, например, с детьми ведется какая-то работа в школах, может быть, которая объясняет детям опасность игры с огнем, какие-то вот меры самой элементарной противопожарной безопасности, как вести себя, может быть, там более старшие дети, чтобы сразу же, взяв за руку младших, вывели их из зданий, если вдруг что-то они заметили. Вот, насколько сейчас такого рода происходит в школах, может быть, занятия в детских садах, не знаю. Ну, мы каждый год, ну, один-один-два день идем в школах, и потом мы идем в школах перед каникулями, и когда начинается учебный год, мы идем, наш школа приглашает, чтобы мы проведем такую лекцию, наш институт участвует, и им говорят о безопасности, который надо соблазать. Конечно, сейчас у нас в основном удаленное обучение в школах идет, и это уже потруднее сделать, организовать такое обучение. Конечно, ну, конечно, это должны уже сами учителя говорить на своих уроках, какая безопасность должна создать, и там уже, соответственно, больше лежит на учителях, что они должны своих детей, которые сейчас уроки преподают, вывести, и смотреть, чтобы они все вместе вышли из школы, если там какая-то безопасность. Ну, опасность. Но вот вы когда упоминали, рассказывали о том, какая примерно статистика причин возгорания, дети не так чаще или реже становятся причиной пожаров, игры детей? Ну, там посмотреть пожаров, игры, детей, так у нас статистику сразу не покажется, но у нас погибший в этом году один ребенок по статистике у нас в основном погибают люди взрослые в возрасте, которые курили в кровати. Это основная группа риска. Да. Если говорить вот все-таки еще одном аспекте работы с детьми, в моем детстве вот, наверное, пожарный это был одним из таких для детей героических профессий, то есть вот космонавт, пожарный, это, наверное, были такие профессии, которые пользовались очень большой популярностью, кем ты хочешь стать, вот многие дети отвечали пожарным. Сейчас вот престиж этой профессии насколько велик, насколько вы чувствуете, что приходят именно в вашу профессию люди желающие стать пожарными? Ну, было бы лучше, если больше приходили, потому что вырастает мнение, скажем, есть, которые есть, которые хотят помогать людям, эти приходят и в наши услуги вступают, но в основном у нас получается так, что все хотят сразу получать большие деньги и ищут получше работу, где больше зарплаты платят. У нас, в принципе, еще особенность, если у нас должны быть физические люди, чтобы могли делать эту работу, потому что у нас нагрузка у спасателей довольно большая, если он не может, скажем, стул поднять, то он может тогда пожарить. Я прокутирую, конечно, но, в принципе, у нас состояние здоровья тоже смотрится и при вступлении в службу. То есть не каждого могут взять, а необходимо сдавать какие-то физические нормативы или что? Да, конечно, надо пробежать три километра отжаться или притягиваться и пресс в живота. Ну, вот скажите, ведь действительно эта профессия очень связана с большими рисками, и, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это не сидение в офисе, а, в принципе, риск для жизни. Почему вот есть ли какие-то все-таки возможности увеличить, например, зарплаты и сделать эту профессию более привлекательной, чтобы была возможность отбирать лучших из лучших? Ну, это хороший вопрос, это вопрос, наверное, не ко мне, а к государству, которое финансы разделяет и зарплату, которое, ну, правила принимает при установлении зарплат, конечно. Ну, в следующем году опять зарплата немножко повисится из-за того, что минимум повисится в Латвии как таковой. Ну, говоря про финансирование, вы получаете финансирование вот от этих двух процентов, которые уходят на нужды обороны, или это все-таки финансирование по отдельным статьям? То есть... По отдельным статьям. То есть здесь получается, в принципе, хватает ли денег на... я понимаю, что ведь техника идет вперед, необходимо обновлять там какие-то, может быть, парк технических машин, оборудование. Вот здесь есть возможности, например, идти в ногу со временем? Ну, в этом году, по-моему, было очень мало, и у нас это уже идет планирование, конечно, у нас есть и еврофонды, где мы участвуем, чтобы эти машины купить. Конечно, могло быть лучше, потому что у нас техника все-таки устареет, если не сможем ехать на пожар, тогда это уже будет плохо. У нас, в принципе, основной бюджет идет, главное, только на зарплаты, основной мы, сколько нам дают, столько мы и... Вот эти нормы, которые... Ну, вот время для вызова пожарных, я просто однажды, проходя мимо пожарной части, ну, вот, идя в сторону полк Вежебрежа, я проходил, и я видел, что сидело несколько, ну, пожарных просто на скамеечке отдыхали, и вот так совпало, что вдруг я услышал сигнал тревоги, и вот пока я шел мимо, они успели заскочить внутрь, и вот я, проходя, я уже, у меня обогнала пожарная машина, то есть я вот, ну, засек, ну, просто в голове попытался сосчитать время, у меня было ощущение, что это просто считанные секунды, то время, пока я просто шел по улице, они успели забежать, одеться, сесть в машину и выехать, то есть вот эти вот нормы, они на сколько, ну, вот, сколько нужно времени для того, чтобы бригада отправилась на вызов? Ну, у нас, в принципе, конкретная норма, сколько мы должны выехать, в части, нигде, в принципе, не оговорено, но максимально быстрее, но, в принципе, у нас получается, где-то, если мы получили сигнал, то примерно 30-40 секунд, и мы с части выезжаем. Ну, действительно, я был поражен той скоростью, с которой пожарные успели просто выехать, то есть я даже не успел буквально пройти, может быть, 100-150 метров, а машина уже выехала. Скажите, а вот, если мы говорим, вот еще раз, о престиже профессии, есть ли какие-то, например, общества, помощи пожарным, я знаю, что существует в некоторых районах объединение добровольческих таких пожарных дружин, которые, не являясь пожарными, они, тем не менее, оказывают пожарным помощь. Например, если произошло возгорание летом в лесу, то на месте вот этого очага возгорания эти добровольцы организуют дежурство, но чтобы проверить, снова не загорит, ли лес, ну, как такого рода помощь. Ну, основном у нас есть вал смежбинность, у них есть своя техника для тушения пожаров в лесу, и это они там работают, нет, в основном. Мы в лесах только на помощь едем, у нас есть только Рига, Юрмова и Долговка, где пожар в лесах, то мы, как основные тушители, а остальных в лесах, это уже по 8-межедневной обязанности. Добровольные общества есть, они у нас в учете, есть некоторые, которые могут сами себе, скажем так, обеспечить машины, и видеть именно этот технический осмотр, чтобы они могли участвовать на дороге, в лесах, но они в основном нас помогают в сельских районах, где нет возможностей, но много техники послужить, и они помогают нам подвезти в воду, тушить траву, и так далее. Но так, если, конечно, у нас очень хорошо, то они заезжают, и нам помогают воду доставить место пожара. Что нужно сделать, вот если люди чувствуют желание добровольно помочь, каким образом они могут это сделать, но учитывая, чтобы не подвергать свою жизнь риску, и чтобы не мешать пожарным выполнять свою работу, как это может происходить? В принципе, если они хотят помогать, это риск, если они случайно погибли, тогда у нас тоже никто не помилует, если там пострадает при пожаре, потому есть добровольные, которые команды есть, которые приезжают, в основном тоже, на тушу только снаружи, они внутрь, не заходят, потому что у них специальное обучение, которое техника, инвентарь, если есть, это хорошо, они обучаются сами ишеды, такие команды у нас очень редко, есть такие, которые только приезжают, помогают, если они поближе, где-то в сельском районе есть, они сперва приезжают, может быть и раньше, чем мы, и начать уже тушение снаружи, а когда мы уже приезжаем, мы уже в Польшу идем внутрь, спасаем и так далее. но вот если есть у людей желание, они должны поискать что в ближайшее общество, прогуглить, посмотреть, то есть для того, чтобы или могут обращаться, например, к вам, а вы можете рассказать, как это можно помочь. Конечно, мы говорим, и мы также в школах идем, говорим, и наша работа престижная, в принципе, очень много детей об этом рады, и у нас приходят даже в частях экскурсиях смотреть, какая у нас техника, посмотреть, так что в принципе, да, ну, добровольная работа как-то помочь, скажем, в принципе, при чтобы искать людей, которые пропавшие, у нас есть очень много добровольных общества, которые помогали найти людей, которые потерялись в лесу, так что можно и так помогать, не обязательно при пожаре тушить, могут быть всякие. Да, вы сказали, что приезжают и на экскурсии, вот сейчас, наверное, ну, сложнее, организовать. Конечно, потому что с этой ситуацией, которая в мире в целом есть, это уже есть большие ограничения, чтобы эту, как сказать, болезнь не распространять. ожидается ли, я не знаю, если говорить про вакцинацию, именно вот такого рода профессии, связанные с риском, связанные с профессиональными какими-то обязанностями, потому что понятно, что если вдруг заболеют в целой бригаде пожарной, то есть это сразу же, если необходимость возникает самоизоляция, то есть это сразу выбивает целое подразделение, может быть, пожарное, из работы, и это увеличивает риски и нагрузку на другие пожарные отделения. Конечно, потому и у нас специально есть выработка методика, чтобы уменьшить и меньше контактов, ну, скажем, разделение, как-то сказать, не по смене, но по группам, где группа друг с другой группой не пересекается, чтобы не было лишних контактов при смене сзади смены, чтобы было поменьше контактов, и если у нас кто-то в этой смене группы заболел, в принципе, он выбивает сразу всю группу, домой, если один заболел, они должны уходить в карантин, тогда они должны своих ресурсов других групп вставить, чтобы была обеспечена наша функция, чтобы работали. Это довольно трудно планировать, потому что приугадать опять эта болезнь не выявляется очень трудно. Но пока вот таких случаев не уже бывали, есть уже сейчас у нас в землянском регионе есть части, где появилась эта болезнь, работа чтобы это было поменьше. Ну и вот может быть возвращаясь опять-таки к рождественским новогодним праздникам, я забыл спросить вас про фейерверки, насколько вот здесь тоже причина возгорания, поскольку очень многие люди любят на Новый год, на Рождество, запускать фейерверки, всевозможные петарды, шутихи, все это опять-таки во-первых связано с огнем, с тем, что это взрывается, это вот часто бывает, что взрываются они, ну люди не успевают отбежать на безопасное расстояние, то есть это такое достаточно тоже опасное немножко развлечение, вот что вы можете по этому поводу прокомментировать? Ну в принципе в этом году наверное фейерверки должны быть меньше, потому что сейчас уже эти магазины по-моему закрыты, их продавать уже нельзя, покупать нет, если кто-то уже раньше попил, то будут конечно какие-то фейерверки, там тоже надо смотреть, там же инструкция прилагается, когда вы покупаете фейерверки, там же сказано при каком скорости ветра можно его только зажигать, какие расстояния от здания, деревья, чтобы не было подпроводами, надо крепко устанавливать на твердую почву, чтобы он не прокинулся при выстрелах и не начал стрелять где-то в бок под машином или в здание, под окна и так далее. Надо же точно смотреть, какой ветер и смотреть расстояние. И конечно соблюдать самим расстояние от этих царств, чтобы меньше было работа потом медиками нам покажем пожелание. Ну и может быть уже последний вопрос. Все-таки подводя итоги, ожидаете ли вы, что все-таки это празднование Рождества и Нового года будет более тихим и спокойным по сравнению с прошлыми годами, учитывая все необходимые нормы дистанцирования, меньшее количество компаний собирающихся. как вы планируете вот эти праздники? В принципе мы ожидаем, что будет меньше, но если мы смотреть те же пожары, которые от Венков в Адвент происходят, у нас в этом году уже несколько было, но в принципе с другими годами они тоже были, так что все-таки это что-то уже говорит о том, что люди думают, думают об этом. Спасибо большое, желаем вам действительно тихого, спокойного Рождества и Нового Года, глава управления по надзору за нормами пожарной безопасности ГПСС Дзентерс Лаксденч был с нами на прямой связи, спасибо вам господин Лаксденч за интервью и желаем удачи. Всего доброго. Спасибо вам, что предложили на участие и поговорить о безопасности все-таки надо и людям напомнить, что надо поближать правила. Спасибо вам. До свидания. Страна на Болконе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok